Итак, она звалась Татьяной. Завтра отметят праздник День Ангела и женщины, названные этим именем. Ее считают покровительницей российского студенчества. Но немногим молодым людям известна повесть о жизни и страданиях святой Татьяны. Богатая, знатная и красивая римлянка отвергла все успехи мира и пошла на служение церкви. Это имя многие годы было одним из самых распространенных в России. Говорят, те, кого называли Татьяна, обладают общими качествами домоустроительниц, управительниц. Новоаренгольских Татьян с наступающими именинами поздравили Надежда Печоркина и Николай Александров. Здравствуйте. Мне нужны красивые цветы. Среди зимних морозов цветочный магазин, как другая планета, вошел и окунулся в разнообразие цветов, форм и ароматов. Столько глаз будущих покупателей смотрят на этот товар по-разному. Одни обращают внимание на цену, другие на цвет, третьи настроены на определенное количество. Кто-то стремится поразить оригинальностью сочетаний. В этих заботах некогда подумать о том, что каждое хрупкое творение природы способно подарить кому-то нечаянную радость. Для мужчины, для женщины, для девушки. Для женщин Татьян. Завтра Татьянин день. Без преувеличения самые известные женские именины в России. Мы собираемся поздравить знакомых Татьян, а поздравления с пустыми руками трудно представить. Производители открыток тенденции в спросе уловили и отреагировали своевременным предложением. Не просто открытки с именинами, а с Днем Татьян. Товарочка, не могу говорить, народ стоит табеля. С наступающим Днем Ангелова, Татьяна Владимировна. Спасибо, Надежда Владимировна. Вы знаете, вы всегда умеете делать такие приятные сюрпризы. Татьяна Любимова – директор детской школы искусств номер 2, руководитель, в кабинет которого подчиненные заходить не боятся, разговаривают на равных. Там, где работают творческие люди, по-другому, наверное, и быть не должно. К именинам ее креативный коллектив обязательно придумает что-нибудь необычное. Мне повезло, потому что Татьянин День, он такой громкий, его показывают по телевидению, говорят по радио. В общем, как-то тут не спрятаться, даже если бы хотел. Батюшки. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшки, где вам? Спасибо. Спасибо, пожалуйста, дорогая Лидия, дорогая Надюша. Спасибо. Да, приятно. Ее работа проходит в окружении предметов, которые дарят положительные эмоции и погружают в разные исторические эпохи. Студенческая молодость и 25 января был для нее двойным праздником, а именины Татьяна Марченко отмечает с детства, благодаря семейным традициям. Папа, мама праздновали дни рождения, а моя бабушка праздновала только свои именины. Она у меня была Ольгой. И я даже узнала, когда у нее день рождения, только после того, как она умерла. Оказалось, что вот у нее именины летом, 24 июля, а день рождения-то у нее был в мае. А мне, все-таки советские были традиции, день рождения праздновали, но именины тоже всегда. Вот они тоже небольшие такие, но тоже их берут на благословение. Кажется, товар способен оставлять свой след на тех, кто с ним работает. Продавцы и иконные лавки не просто предлагают, как сказали бы в миру, предметы религиозного культа. Они делятся знаниями, которых не хватает людям, лишенным православного детства. Татьяна Шишкина вспоминает о недавнем крещении, как легко для нее прошло погружение в прорубь. Во-первых, прошла молитва, помолились. Все это, батюшик пошел освещать мужской купель, потом наш пошел освещать купель. И вот, как-то так смотрю, уже очередь создалась, пока одевались, одевались, и уже очередь, стоим. Ну все, мы тогда поехали. Ну ладно, давайте, господи. Татьяна, с днем вам, даю вас наступающим. Спасибо большое. Среди ликов святых можно найти мученицу Татьяну, один из лучших подарков на именины. Ведь это особая дата, а не просто второй день рождения. Для его проведения нужна духовная атмосфера. Главное, чтобы этот человек, который носит, допустим, имя Татьяна, мог прийти в церковь, помолиться, написать записочку о здравии этого человека. Для себя, для кого-то, для своих родных и близких за них помолиться, поставить свечку. Может даже и поисповедоваться, и причаститься в этот день. Это было бы очень хорошо и замечательно. Об одном говорят с легкой грустью, но у рингуйских Татьяна не часто сегодня дают это прекрасное имя новорожденным младенцам. Имененный Татьян. Один из поводов вернуть имени былую популярность. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей. Импульс.